Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на Интерстриме Трейдеров Ютрейд ТВ. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу за сегодня, уже 8 октября 2018 года, понедельник. Поздравляю всех с началом новой трудовой недели. Желаю вам, чтобы она была успешной. Давайте посмотрим, что у нас сегодня говорит нам технический анализ. Напоминаю, что сегодня понедельник, день аналитики. Торговля идет достаточно спокойно, умеренно, небольшими объемами, с небольшими ценовыми ориентирами. Итак, биткоин, коллеги, биткоин движется в достаточно узком торговом диапазоне. Сегодня я показал некоторое снижение, ну и такое впечатление, что он не сможет прогуляться. Эфириум легкий минус сегодня, Лайткоин легкий минус, Эфириум Классик легкий плюс, Манера легкий минус, Биткоин Кэш легкий плюс, и Рипл легкий плюс поднюдь. Да, хотя в целом, конечно, снижение с прошлой недели состоялось. Ну, разнонаправленное движение. Я думаю, что сегодня подвигов на рынке криптовалют не будет. Постоять вниз, допустим, по тому же биткоину. Почему нет? Почему нет? Американский сорт нефти, друзья. Мы торгуем ноябрьский контракт. Тут уже напоминаю. И через неделю будет уже декабрьский, пока я вам напоминаю. Так вот, четвертый подряд, сори, сори, третий подряд торговую сессию. Мы идем вниз. И такое впечатление, что вот это движение на 73,30, то есть центов на 40, можно вполне себе представлять сегодня в течение дня. Тренд есть. Конечно, это коррекционное движение, но восходящий тренд потихонечку начинает пробивать, я хочу сказать. Поэтому, да, мне кажется, нижнюю границу выкупить эту свитчу должны. Ну, а дальше уже пойдут вниз или нет, вот на этой отметке 73,30 и будет решаться. А вообще сегодня день небольших торговых диапазонов. Вот, например, индекс доллара сегодня, мне кажется, он уже отбился от 95,24 и идет на 95,56. 10 центов здесь можно постоять, на индексе доллара это большие деньги. Точно так же по евро-доллару такой же узкий торговый диапазон присутствует. Мне кажется, постоять до 1,1477, это 20 пипсов, вполне себе можно, вполне себе такая торговая идея. Ну, а потом уже на новом рубеже решать. Точно так же, как на нефти, на индексе доллара. Пунтик сегодня смотрит вниз. Доллар-иена вниз. Доллар-франк вниз. Вот это несколько удивительно для меня. Доллар-канадец наверх. То есть понятно, что в доллар сегодня верят больше, чем в нефть. Мы видим, нефть снижается, доллар растет, да. Поэтому доллар-канадец, да, наверх. Австралийция снижается. Новозеландец в легком плюсе. Любопытно, за счет чего Новозеландец у нас плюсует. Золото в минусе, серебро в минусе. И, кстати говоря, пробивает сильную отметку 14,45. А вот продажа серебра, не обратите внимание, коллеги, часовой график, смотрите, как интересно выглядит. А не пробиваем ли мы здесь? Не является ли серебро слабым звеном с точки зрения усиления доллара? Потому что, естественно, когда мы покупаем доллар, то надо выбрать инструмент, по которому покупать доллар выгоднее всего. То есть слабое звено искать. И мне кажется, серебро из того, что мы увидели, вполне себе на эту роль сегодня подходит. Напоминаю, друзья, что мы обсуждаем все идеи интродэйт. Давайте посмотрим глобальные новости. Их сегодня тоже немного. Вот что вызывает, какая-то прям серия идет обсуждений о том, как отвечать в случае атаки Москвы. У меня даже голос что-то запершил от таких. От таких новостей. Ну, вот Sunday Times сегодня обсуждает, что в случае нападения России Великобритания ответит кибератакой на Москву. В Дании глава парламентского комитета по обороне Насар Хадер, да, в Дании глава парламентского комитета по обороне, зовут его Насар Хадер, заявил, что страна намерена атаковать Россию в киберпространстве. Вандалийса Райс, бывшая госсекретарь США, предложила способ сдерживания России, поддержала размещение хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и Прибалтике. Российские власти, говорит Райс, уже перешли все возможные красные линии и заслуживают адекватного ответа. Ну, прям наезд по всем и в Европе, и в США, по всем возможным каналам идет, прям на Агентане. Ну, и следующая новость из этой же серии. New York Times, New York Post, sorry, это другая газета, узнала о лишении делепаски домов в США из-за заморозки активов. Заморожены такие активы, как особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне. И вот, естественно, я смотрю, есть ли комментарии от представителей Олега Дерибаски. Нет. Нет, и написано, что представитель Дерибаски от комментариев РБК отказался. Ну, то есть можно предположить, что так оно и есть. Ну, а стоимость-то там, я хочу сказать, серьезная. Ну, вот, например, пятиэтажный таунхаус Олег Дерибаски купил в Нью-Йорке за 48,5 миллионов долларов. Ну, то есть это не три копейки заморозка этих активов, конечно, как серьезное чувствительное действие. Вот, поэтому наезд продолжается, как бы это привычно, последние четыре года, конечно. Вот, ну, что делать? Делать вот такие новости и как бы рассуждать в этой ситуации о том, что санкции приостановятся или прекратятся, ну, наверное, не стоит. Не стоит. Надо оценивать ситуацию реальным. И в этой ситуации, я, кстати, хочу обратить внимание на выступление министра финансов России Антона Силуанова, который прокомментировал в программе «Москва-Крем-Путин» слухи о том, что планируется деколаризация экономики. И вот он призвал россиян не бежать в банки снимать валюту. Вот, я не знаю, когда я слышу такие призывы, я все время пугаюсь. Друзья, Банк России заявил о массовом банкротстве заемщиков банка «Югра». Они были прокредитованы на 270 миллиардов рублей. Вот, и получается, что они, ну, понятно, не рвутся возвращать средства банку как кредитору. Ну, и поэтому в их отношении запускается процесс ликвидации банкротства, ну, чтобы хоть что-то получить, естественно. Это очень серьезно, потому что 270 миллиардов рублей – это большое количество компаний, без сомнения. Так что сейчас они как-то еще жили, как-то держались, а предел наступил. Это тревожно. Далее, друзья, в России, оказывается, в Банке России создан департамент, а, Минфини, в Минфини создан целый департамент по борьбе с санкциями. А я не знал, а кто читал это? Я вот сейчас смотрю в новостях. Департамент по борьбе с санкциями. И вот сейчас обсуждается, как он сможет России помочь в этой ситуации. Да, то есть просто помните первые санкции, когда объявлялись и выступали различные политические фигуры, говорили о том, что они смешны, эти санкции, и на них не стоит обратить внимание. А вот сейчас Минфин создал департамент по борьбе с санкциями. Так надо обращать внимание или не надо? О, серьезно, знаете. Далее, коллеги, меня удивилась статья. Материальные проблемы пожилых в России не так велики, как в психологической. Да ты что, вы что там, с ума что ли посходили все? Жрать нечего пенсионерам. Материальные проблемы не так велики, как в психологической. Понятно, что когда есть нечего, то в психологии сразу в голове начинает происходить что-то непонятное. То есть смех и грех. Далее, друзья, хочу обратить ваше внимание, что в Париже идет автомобильный салон. Ну и, конечно, всех впечатляет, так сказать, новыми суперкарами. Ну вот, выпущен автомобиль Монца. Феррари выпустила. Такое, вы видите, только это место одно здесь. Такая гонка для города. Вообще фантастика. Одно место есть. Вот Ауди мне нравится такая солидная машинюшка. Мерседес-Бенц. По-новому как-то сделали Мурген. Интересно. БМВ. Ну, правда, какая вообще сама. Хорошо сделано. Это что такое? Пежо. Я не понял. Пежо. А, тут написано. Под шестидесятые годы. Ну, не знаю. Мне как-то не очень. Пежо. Вот эта модель. А это вообще что такое? Это электромобиль роботизированное такси премиум класса. Рено Изи Ультиму. Опа. А что, оно ездит? Роботизированное такси. Это точно не космический корабль. Это автомобильный. Это вот Рено такое замутило. Автономный электромобиль с подключением к информационным сетям. Который можно использовать в сервисах городского транспорта совместного пользования. Можно по интернету заказать себе такое такси. Оно приедет. Куда котится этот мир? Ну, вот. Мерседес-Бенц тоже. Джей Эльку сделал. Интересно. А это кто? Это Ситроен. Тоже неплохо. Коллеги, очень большой набор автомобилей новых, поэтому сильно меняется мир авто. Поэтому ждем нового сезона. Говорят, что в следующем году прямо будет серия этих удивительных автомобилей. Я верю, верю. Денег только не жалко на них. А так верю. Друзья, в пятницу, 5 октября, как вы помните, монета показала селл по нефти. Селл состоялся. 40% на прошлой неделе монета показала положительных результатов. Это низкая, понятно. Больше половины должно быть, чтобы с ней зарабатывать. А пока 40% на прошлой неделе. Buy, sell две стороны у монеты. Нефть, WTI. Куда сегодня, спрашиваем у монеты. Волнуемся. И она сегодня видит селл. Вверх ногами, значит, селл после обеда видит монета. Вот такие дела. Мы записываем. У нас все ходы записаны. И после этого, друзья, мы с вами смотрим макроэкономические новости. Сегодня праздники в Канаде и Японии. В Канаде день благодарения. А в Японии мой любимый праздник. День физкультуры. Молодцы. Нам нужен день физкультуры обязательно. Это будет мой любимый праздник. В России тоже. Других глобальных новостей никаких нет. День в имперационном плане спокойный. Подводим итоги. Друзья, мне кажется, что сегодня день движения в узком коридоре. Эти коридоры сегодня видны. Что для понедельника не характерно. Обычно нет каких-то устоявшихся направлений. Но сегодня, мне кажется, биткоин и нефть вниз. Индекс доллара наверх. Ну, а еврик и золото и серебро, кстати говоря. Причем, может быть, в большей степени вниз. Понятно. Индекс доллара растет и толкает все относительно себя вниз. А вот такая, так сказать, серьезная тема сегодняшнего дня. Сегодня есть тренд. Давайте попробуем на нем заработать. Спасибо, коллеги. Всем удачи. Хорошего настроения. Спасибо.